Вместо детского смеха и гула трибун шум тракторного движка. Футбольные ворота сдвинуты в угол, а старые турники и лавки сложены на траве. Реконструкция одного из самых больших стадионов города в восьмом микрорайоне в самом разгаре. Сейчас очень важно правильно спланировать земельный участок. Сложность в том, что спортивное поле изначально имело большой перепад по высоте. В подобных случаях четкое соблюдение технологии – необходимые условия долговечности будущего покрытия. Все конкурсные процедуры были проведены своевременно. Модернизация стадиона началась точно в срок. Если строители не выбьются из графика, спортивный объект откроется для горожан уже в сентябре. Перед началом реконструкции местные жители просили по возможности сохранить растущие по периметру беговых дорожек деревья. Сегодня эта проблема урегулирована. Собирались здесь и с депутатами, да, и через сети объяснили, что тополя попадают в зону беговых дорожек, а поскольку у них большая корневая система, они будут просто разрушать эти беговые дорожки, плюс в этой зоне будут находиться посадочные места, деревья большие, с них падают ветки, плюс все это летит на поле, и потом очень сложно это удалять из поля. Я бы даже сказал, не то, что сложно, а практически невозможно. Мы за экологию, если бы можно было их не трогать, да, мы бы безусловно их не тронули. Взамен вырубленных тополей будет проведено компенсационное озеленение. Сегодня вопрос возрождения дворового спорта особенно актуален. Стадион, как объект шаговой доступности, очень востребован жителями восьмого микрорайона. Как известно, спорт здесь уважают все. Здесь будет и воркаут. Мы попросили предусмотреть зону для людей пенсионного возраста, которые, как мы обратили, тоже пользуются определенными видами тренажеров. Это мы тоже предусмотрели. Здесь будет и посадочные места для болельщиков. Мы попросили сделать табло, освещение, беговые дорожки. Поставим несколько лавочек, ну, чтобы люди, может быть, кто пришел с колясками, дети занимаются, могли посидеть. То есть максимально сделаем комфортно, да, чтобы была и доступная среда, люди могли приходить заниматься. Ну, для всех групп населения, кто любит спорт, кто хочет заниматься спортом. Петр Горохов, Валерия Ключкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.